Как в Перми поддерживают социальный бизнес? Сегодня поговорим об этом на примере Семейной Академии Семицветия. Комплексную поддержку социальным предпринимателям региона предоставляет Центр инновации социальной сферы. Он был создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы по поручению Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края. Одним из социальных предприятий, получившим такую поддержку, стала Семейная Академия Семицветия. Семицветия – это многовациональный образовательный центр. Его изюминка в том, что у нас есть услуги для всех членов семьи. В нашем центре можно всем собраться вместе, мы устроим замечательный досуг для всех ваших детей, для вас самих. То, что нас отличает от, наверное, то, над чем мы работаем всегда, – это на нашей атмосфере. Тепло, душевно, уютно, наполнено любовью. Центр работает для детей всех возрастов по нескольким направлениям. Это и детский сад, и воскресные школы, и школы раннего развития. С самого раннего возраста дети занимаются английским языком. Занятия проходят в игровой форме. Малыши танцуют, поют, играют, заучивают веселые стишки. Для нас сейчас важное направление – это логопед и дефектолог. Когда ребенок занимается и английским, и занимается отдельным артикуляционным аппаратом с логопедом дефектолог, эффект получается более значительный. Еще очень интересное направление, которое нас любят посещать – это школа здоровья. Это включает и ЛФК, и школу единоборства, и, конечно же, школу мужества. Для школьников разнообразные занятия в дни каникул в рамках дополнительного образования. Наша задача была в школе волшебников как можно больше захватить направления развития – творческих, спортивных, интеллектуальных. Здесь есть возможность пройти разные направления, действительно понять, что я хочу, что я люблю и где мне интересно. История семейной академии семицветия началась 19 лет назад с создания частного детского сада. Я многодетная мама. И вот это моя семья. Самому здесь малышу сейчас 4 года, и вы сегодня его видели. А это мои дети, которые в свое время родились, и мне захотелось создать им особое условие. И вот этот детский сад, в который пошли мои дети, он стал семейным. Он стал родным для многих-многих ребят. В этом году Алевтина Курлещук узнала о центре «Мой бизнес» и подала заявку на включение в реестр социальных предприятий. Для нас это очень существенно, потому что мы смогли уже получить следующую поддержку. Мы имеем возможность получать бесплатное обслуживание по системе пожарной безопасности. Мы, безусловно, имеем возможность сейчас говорить о себе, использовать различные льготы, поддержки, продвижения наших услуг. Мы прошли программу обучения «Акселератор». И здесь бизнес-программа просто потрясающая. Обучение проводили такие специалисты в области финансов, маркетинга, консалтинга. Это не только ведущие специалисты, это специалисты, которые владеющие успешным бизнесом. Для нас это был колоссальный толчок вперед. В этом же году Алевтина Курлещук участвовала в конкурсе грантов социальных предприятий и молодых предпринимателей. Напомним, что для победителей этого конкурса предусмотрены гранты от 100 до 500 тысяч рублей. Это тоже ежегодная мера поддержки. Она доступна для предпринимателей, которые включены в реестр социальных предприятий. Мы за три дня рассматривали в очном формате 138 заявок. И я могу однозначно сказать, что я горжусь каждым нашим социальным предпринимателем. Комиссия отметила уровень подготовки предпринимателей, их презентации, их защиты. Как глаза горели у наших социальных предпринимателей, когда они рассказывали о своих социальных проектах, это дорогого стоит. Важно видеть эту обратную связь. Центр «Мой бизнес» Пермского края постоянно работает над созданием новых мер поддержки для социальных предпринимателей. А значит, в нашем регионе социальное предпринимательство будет развиваться. Если ваша цель – вырастить детей здоровыми, умными и счастливыми, то вам в этом деле обязательно помогут. Пожилые люди часто нуждаются в специализированном уходе. В чем он заключается, расскажем на примере пансионата «Эреска». Пожилым людям необходимы ежедневное внимание, помощь и забота. С возрастом здоровье слабеет, обостряются хронические заболевания. Семьям, в которых имеются пожилые родственники, приходится прикладывать много сил, чтобы окружить заботой близкого человека. Многие не в состоянии оказывать такую помощь в полной мере. И по причине нехватки времени, и потому что достойный уход обеспечить в домашних условиях довольно проблематично, не всегда возможно. В пансионате «Вереск» уход за людьми, нуждающихся в посторонней помощи – это целый комплекс бытовых, санитарных, гигиенических услуг, а также организация досуга и полноценного питания. Квалифицированный персонал поможет клиентам соблюдать режим отдыха и бодрствования, ориентироваться в помещениях, принимать пищу и следить за личной гигиеной. Обеспечит индивидуальный подход на основании программы ухода, разработанной специалистами пансионата. Наш пансионат находится в Кировском районе города Перми. У нас охраняемая огороженная территория. Есть своя лесопарковая зона для прогулок и отдыха. Пансионат «Вереск» – негосударственное коммерческое учреждение для временного проживания граждан, нуждающихся в посторонней помощи и уходе. Рассчитано на 120 мест. Состоит из двух корпусов, в которых выполнена новая современная отделка. Для удобства клиентов организована безбарьерная среда. Это современный вместительный лифт, пандусы, поручни, отсутствие порогов, увеличенные дверные проемы, наличие кнопок вызова обслуживающего персонала, все розетки и выключатели установлены в зоне доступности для маломобильных граждан. Внутренние помещения очень светлые, коридоры просторные, комнаты оборудованы с учетом потребностей пожилых людей. В каждой установлены телевизор, холодильник, Wi-Fi, тревожные кнопки для вызова обслуживающего персонала со звуковым и световым сигналом, которые расположены в комнатах, над кроватями и в санузлах. В ванной комнате душ и туалет предназначены для людей с ограниченными возможностями. Для организации качественного ухода функциональная мебель, кресла-коляски, ходунки, прикроватные столики, кресло-стул с санитарным оснащением, противопролежневые матрасы, функциональная кровать с электроприводом позволят без особых усилий перевести клиента в сидячее положение или перевернуть на бок, а при необходимости провести гигиенические процедуры. В первые дни после поступления специалисты на основании проведенного тестирования и наблюдения формируют программу ухода с учетом индивидуальных особенностей и привычек постояльца. Питание в пансионате четырехразовое. Пища готовится с соблюдением всех технологий и правил. При необходимости предоставляется диетическое питание. В холлах на этаже можно проводить досуг, играть настольные игры, заниматься рукоделием и творчеством, смотреть телевизор, слушать музыку, петь в караоке. Мы ежедневно гуляем с нашими постояльцами на свежем воздухе, делаем утреннюю гимнастику, организуем досуг в соответствии с их желаниями и потребностями, читаем, лепим, рисуем и многое другое. На постоянной договорной основе один раз в неделю организуем консультирование наших клиентов врачом-терапевтом. Особое внимание мы уделяем кадровой политике. Все наши сотрудники – профессионалы, имеют соответствующую квалификацию и обучены правилам общения с пожилыми людьми. Мы приветствуем общение с родственниками, поэтому вы всегда можете приехать или позвонить, для того, чтобы узнать о состоянии вашего близкого человека. Мы ответим на все ваши вопросы, а при необходимости вышлем фото или видео, для того, чтобы вы были уверены, что ваш близкий человек получает достойный уход. Пансионат станет отличной помощью для родственников пожилых людей, которые временно не могут за ними ухаживать. Заселиться можно как на краткосрочный период, сутки или неделю, так и на неопределенный срок. Здесь пожилой человек получит не только уход и заботу, но и полноценное общение в доброжелательной, уютной обстановке. Решил свое важное дело? Да, решил, только очень проголодался. Я знаю, что тебя спасет. Римская пицца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова